Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! Я рада вас приветствовать! Спасибо вам большое, что вы поддерживаете мой канал, оставляете свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я сделаю расклад по просьбе моих подписчиков. Богачев Артём. Молодой человек пропал 13 октября 2019 года. И пропал он после встречи с любовником своей жены. История очень запутанная. Зовут любовника Анатолий Вердиян. Вот сейчас я посмотрю, что всё-таки могло произойти с Артёмом. Что ещё нужно отметить? Вся информация есть в интернете. И Артём-то молодой человек, а Анатолий Вердиян взрослый мужчина, ему под 60 лет. И жена Артёма, она достаточно молодая женщина, ей до 25 лет, насколько мне известно. Но, в принципе, для расклада это не так важно. Сейчас самое главное посмотрю, что всё-таки произошло. И причастен ли к исчезновению Артёма Богачёва Анатолий Вердиян. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Что же всё-таки там происходило? Что происходило? Что происходило с Артёмом? 13 октября. Что с ним происходило? Так, я сейчас посмотрю. Дополнение я буду делать на Тару универсальный ключ. Дополнение я буду делать на Тару. Значит, что я здесь вижу в первую очередь? Вот эта карта «Рыцарь Желзов». Эта карта говорит о самоутверждении, о желании отстоять свои интересы, свою позицию. Это импульс, это горячность, это желание вступить в бой. Причём нет обдумывание на какие-то стратегические манёвры, планы. По этой карте. По этой карте это, конечно же, конкуренция, это, опять-таки, борьба, это азарт. Конечно, он в этот вечер однозначно столкнулся со своим соперником Анатолием. И здесь, знаете, было какое-то бахвальство. Здесь было бахвальство и со стороны Артёма, как-то он мог что-то вот говорить, и со стороны, конечно же, Анатолия. Задета гордость, задета гордость Артёма. И я вижу, что здесь идёт проявление жестокости. Вот король Пентаклий, а это, конечно же, будет Анатолий, он не просто как соперник, одержимый деньгами. Он готов ради денег, ради своей цели идти по головам. И ему всё равно. Человек довольно-таки жестокий. И он всё равно вступает с Артёмом в конкуренцию. Он говорит, посмотри, несмотря на то, что я взрослый, посмотри, какой я самодостаточный. Посмотри, я интересен ещё молодым женщинам, я интересен твоей жене. Он мог это не говорить, но он всем видом это показывал. Он здесь идёт как помощник, как спонсор. Но на самом деле это спонсор злодей. Артём тоже стремится к материальному благополучию. Но, однако, он вынужден играть на чужом поле и по чужим правилам. Грусть. Вот прям потерян какой-то смысл жизни. И он переживает вот это вот предательство, жуткое предательство. На фото женщина она скрестила руки на груди. Третья чакра закрыта. Как раз таки третья чакра – это энергетический центр. Как раз таки любит присасываться вампира. Сущности или человеческие существа выкачивают энергию. И вот здесь как раз таки в роли вот этого донора, конечно же, Артём. Он закрывается всячески. Он закрывает свою чакру манипура. Вот этот вот духовный центр. Но он раздавлен. А ситуация гнетущая. Атмосфера гнетущая. И, кстати, я могу сказать, Артём как зомбированный. У него идёт зомбирование. Всё равно даже на фоне… По этой карте однозначно он очень любил свою жену. И вот это предательство он получил через любовь и привязанность к ней. Но по этой карте он вступает в сделку, в сговор с самим дьяволом. Анатолий идёт здесь не просто как соперник. Он идёт как дьявол. У него очень много динамической силы и энергии. Человек, знаете, беспринципный ради своих целей. Он под вот этим вот такой вот благодетельностью, которую он как бы оказывает, там скрывается монстр. Человек, который ставит зависимость. Он с одной стороны даёт, а с другой стороны делает людей зависимыми. Но я же тебе помогаю, я же тебе даю, ты мне должен. А чем ты будешь расплачиваться? А ты будешь со мной делить свою жену. Понимаете? Это ужас. Понимаете, Артём как зомбированный. У него мозг отравлен. Очень тяжёлая ситуация. И, конечно же, им манипулируют. И я вижу по этим картам, что, вы знаете, его прям вынуждают. Но ты либо соглашаешься на те условия жизни, которые я тебе даю. Я тебе иногда тут работу подкидываю. Либо ты будешь никто, и твоя семья будет без денег, будет нуждаться, и ты ничего не увидишь. Ничего хорошего у тебя не будет. Радости в жизни не будет, денег не будет. Ничего не будет. Это идёт манипуляция. Так что же всё-таки, что же всё-таки дальше происходит? Вот знаете, конечно же, здесь чувствуется разница в возрасте. И то, что молодой человек, он, знаете, у него как будто нет семьи, у него нет поддержки. Он, возможно, даже его никто не научил бороться, я не имею в виду кулаками, а как-то словесно человека подставить. Он мягкий, он добрый. И вот на этом фоне Анатолий как раз-таки выигрывает. Он его мало того, что энергетически подавляет, он его словесно подавляет. Он получил в этот день какие-то деньги. И получил деньги немалые, Артём. Понимаете? Я ещё раз говорю, этот человек, эта сделка, Артём пошёл на сделку с самим дьяволом. Ему не нужно было брать эти деньги, ему не нужно было брать эту помощь, но он её почему-то берёт. Это любовный треугольник. Это порочный, жуткий круг. Даже он не понимает, Артём, что за его спиной уже притаился этот враг. И этот враг именно Анатолий. Он вот как будто его на что-то подталкивал. Неожиданный поворот событий идёт. Я сейчас посмотрю дополнение. Что же дальше происходило? Что могло происходить дальше? Что с молодым человеком произошло? Что же с ним дальше произошло? Что произошло дальше с Артёмом Богачёвым? Что же всё-таки произошло? Вот вы знаете, сразу уже могу сказать, что проявление жестокости по королеве мечей – это проявление жестокости. И тем более в перевёрнутом положении идёт король Желзов. Это опять-таки проявление жестокости. Это человек лживый, неискренный. Это как раз-таки человек, который… Это Анатолий, который уводит. Это блудство. Это блудство. То, чем занимается Анатолий – это блуд, самый натуральный. И здесь вот такая ситуация, как будто как нетерпение. Понимаете, овчилка выделки не стоит. Артём берёт от него деньги, а платит слишком дорогую цену за его помощь. Вот эта вот суета, какая-то поспешность. У Артёма нету времени, нету способностей мобилизовать все свои силы. Однозначно отсутствие стабильности. Отсутствие стабильности – всё шатко, идёт какая-то вот суета. Давление ситуации растёт. Артёма невозможно всё контролировать. И по Луне, я могу сказать, это открывается какая-то правда. Это вот эти пугающие обстоятельства берут вверх. Это опасность. Что такое Луна? Это индикатор воды реки-море. Открывается, с него как будто пелена с Артёма сходит. Открывается вся правда, правда этой жизни. Ну что же там ещё могло случиться? В данный момент я вот вижу пока вот так вот. Я хочу задать вопрос. Жив молодой человек или нет? Жив Артём Богачёв? Жив он? Перевёрнутая карта – нет. Это старшая Аркана Императрица. Она в перевёрнутом положении – нет. Когда вообще выпадает эта карта? Это когда задают вопрос о причине смерти. Это, как правило, что-то происходит, где участвует женщина. А также это какие-то женские процессы. Это может быть женщина умереть в родах. Что-то могло произойти по-женски, какой-то сбой. Но так как жив он или нет, здесь идёт такая опять мощная женская энергия в перевёрнутом виде – нет. Нет. Но причина здесь – женщина. Давайте я задам вопрос. А что с ним случилось? Как он умер? Что с ним случилось? Как он умер? Как Артём Богачёв умер? Что с ним случилось? Восьмёрка кубков – это, если в прямом положении, это уход. Это, как правило, уход. Это, как правило, по какой-то болезни. Но мы знаем, что молодой человек был молод. Он никак не мог от старости умереть. Но это кубковая карта – это вода. Луна – это тоже индикатор воды. Но ещё восьмёрка кубков может обозначать расчленение. Расчленение тела впоследствии утопления. Вот это о чём говорит. Хорошо. Сейчас я задам вопрос. Причастен ли Анатолий к смерти Артёма? Да или нет? Да или нет? Нет. Эта карта говорит «нет». Он не причастен. Тогда кто может быть причастен? Эта карта говорит «нет», потому что в данный момент то, что произошло с Артёмом, его рядом там не было. Он мог как-то спровоцировать эту ситуацию, он мог подтолкнуть Артёма на какие-то действия следующие, что его куда-то понесло. Он как куда-то мог попасть в беду, сделать что-то не то, встретиться, куда-то поехать, куда-то пойти, совершать какие-то необдуманные поступки, потому что он находился в таком состоянии. Его как сглазили, его как сглазили, его как от вампирили, и всё это сделал этот Анатолий. Он с него высосал просто энергию. А дальше вот человек, знаете, вот его как понесло, как вот этот вот листочек, который оборвался с дерева, да, сорвал ветер с дерева, листочек этот, его понесло, понесло, куда его несёт? Вот так и Артёма. Хорошо, кто тогда, кто тогда причастен к смерти Артёма? Кто? Кто? Проявление жестокости. А вы знаете, я могу сказать, что так как идёт карта Рыцарь Желзов в прямом положении, и ведь здесь же тоже Рыцарь Желзов, но это импульс, это также ещё, это средство передвижения, это может быть машина, это может быть вот резкое что-то. Но эта карта ещё может говорить и о сопернике, о человеке, который по отношению к Артёму проявил жестокость. И здесь мечевые карты идут, а мечевые карты – это у нас интеллект, это не эмоции, это уже интеллект, это холоднокровный расчёт. Я не думаю, что его кто-то запланировал убить, но здесь, по всей видимости, было убийство по неосторожности. Но это сделал не Анатолий. Я не вижу, чтобы Анатолий это сделал. Он отвратительный человек, даже по энергетике, по раскладу, по картам, но я не вижу, чтобы он совершал это преступление. Здесь что-то было связано с передвижением. Молодой человек куда-то мог поехать, куда-то мог пойти, а дальше уже, понимаете, с ним вот произошла такая ситуация. А здесь прямо идёт, знаете, что-то резкое, резкое, неожиданное. А дальше, чтобы, как сказать, чтобы замести следы, его тело могли расчленить и утопить, чтобы не нашли его даже останки, понимаете? Но молодого человека нет. К сожалению, вот так вот. Но вот то, что с ним случилось, всему этому предшествовало в первую очередь. Не будь у него рядом такой женщины, которая изменяла, а не просто предавала его. И вот этот работодатель, так называемый Анатолий, его вот эти все благие действия по отношению к семье Артёма, они были уродливыми. Это настолько быть таким расчётливым человеком, который, понимаете, это вот отношение как к крестьянину. Барин и отношение к крестьянину. Я тебе даю работу, я тебя кормлю. И я имею право на твою жену, потому что ты раб, ты никто. И Артём это чувствовал, он это в душе-то это понимал, но он не мог ему сопротивляться, этому человеку, потому что он его даже словесно забивал. Плюс ко всему, он с него энергию тащил. А эта женщина, с которой жил Артём, она тащила с него деньги. Она с него сосала мало того, что энергию, она ещё его и выдаивала. Она его ещё, знаете, как сказать, обесточивала. Она не была ему поддержкой, она была предательницей. Это опять-таки та женщина, которая, вот она была роковая. И эти люди, и Анатолий, и жена этого Артёма, они, в принципе, были для него роковые люди, которые подтолкнули его на какой-то необдуманный шаг. Он куда-то поехал, и с ним случилась беда. Всё, это могло быть всё, что угодно. Его могла сбить машина, на него могли напасть, потому что при нём были деньги. Потому что эта карта также говорит, какая-то могла бы возникнуть конфликтная ситуация, причём на ровном месте. И всё. Человека убили, человека расчленили и утопили. Если вам что-то есть добавить к данному раскладу, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.